Итак, сегодня мы с вами на четвертой мишне, седьмой главы трактата Гетин. И эта мишна является продолжением предыдущей мишны, поэтому немножко повторим, что было в прошлый раз. В прошлый раз мы говорили, что если муж дает жене гет на условии, то это работает. То есть, например, он говорит, дает ей гет и говорит, смотри, я тебе сейчас его даю, и если я сейчас отправляюсь, куда я отправляюсь, я там погибну, если я погибну, то тогда это будет тебе гет с этой секунды. И мы сказали, что это работает. Собственно, по этому принципу и объясняется история царя Давида и Батшевы. Мы тоже говорили это в прошлый раз, что действительно, если муж потом в итоге через полгода погиб, то получилось, что жена не была его женой уже полгода. Так вот, наша мишна интересуется. Хорошо, отличный закон. А, собственно, эти полгода жена в каком статусе? То есть, она, получается, как бы и жена, но, может быть, получится, что она и мужа была не жена. Так говорит мишна так. Если муж дал разводное письмо жене на этом условии, что если я там, да, умру, то ты мне будешь разведена с этого момента. Ей запрещено уединяться с собственным мужем. А только при свидетелях. Почему? Потому что он может вступить с ней в связь. Все-таки, как бы, она, его жена, к ней привык. Недолго думая. Вступить с ней в интимную связь с целью замужества. А мы знаем, что один из способов приобретения женщины – это интимная связь. Сейчас этого нет, но раньше, да, по Торе это так. Так, получается, будет проблема. Возможно, она стала ему женой после этой связи. И теперь ей нужен второй гет. Поэтому мы не разрешаем им быть вместе. Либо вторая причина просто потому, что она, может быть, уже пнуя. Она свободная женщина. Нельзя просто так уединяться с незамужней женщиной. Да, ты, как бы, она твоя жена, но уже нет. Ты дал ей такой гет, поэтому даже с ней нельзя уединяться. При этом написано в Павлоне, что не обязательно при двух свидетелях. Да, достаточно даже одного свидетеля. Но, чтобы он там был, иначе они не смогут находиться в закрытом помещении вместе. Афилу Эвед, Афилу Шевха, даже если это человек раб, даже если это третий человек рабыня, хусми Шевхата. Единственное исключение, если это ее рабыня. Если даже есть ее рабыня, все равно нельзя уединяться с женой. Почему? Потому что жена, написано, випнейши ли баг газ баба Шевхата. Потому что она не стесняется свою рабыню. Да, как бы, это ее рабыня, она может все равно, это, как бы, не такой сильный сдерживающий фактор. Май бю тангай амим. А, спрашивает Мишна, что в те дни? То есть, как будто бы Мишна задает один и тот же вопрос. А какой статус у той женщины, у женщины, которая получила гет от мужа на условии, что, да, если пойдет дождь или там снег, или если я умру, и когда это будет, неизвестно, да, и в этот промежуток времени, какой у нее статус. А есть, которые понимают этот вопрос так, что это на самом деле, сейчас то, что мы будем говорить, это не продолжение. Потому что мы как будто бы начали уже эту тему обсуждать. И некоторые понимают, что Мишна снова задала этот вопрос, и как бы сейчас будет развивать его, продолжение этой же темы. Но есть, которые понимают, что это не продолжение. Это другой вопрос. Речь идет по ситуации, когда муж сказал своей жене, Он по-другому сказал, Вот тебе гет, и ты будешь разведена мне с момента, как я буду в этом мире, если я умру. То есть, очень важно, да, мы учили здесь, что работает, да, мы учили в прошлом Мишне, что работают гет на условии, да. То есть, вот тебе гет с этой секунды, если через полгода там со мной что-то случится, я не вернусь с войны. И если действительно муж погиб и не вернулся с войны, то получается, что его жена была уже разведена полгода назад. Но мы сказали, что нельзя дать жене гет после смерти. То есть, не работает так, да, если я умру, да, то ты будешь мне разведена. На следующий день после того, как я умру, так не бывает. Она уже алмана. То есть, развестить можно только при жизни. А тут такая ситуация средняя. Он говорит, знаешь что, вот тебе гет, и я развожу тебя этим гетом за мгновение до смерти. То есть, я в будущем там буду на войне, там, или что-то. И если случится такая ситуация, да, и вот летит пуля, так вот, за мгновение до того, да, как она достигнет цели, я тебе развожу. То есть, еще будучи жив. Такое условие, да, должно сработать. Так вот, в этой ситуации, как бы женщине, то есть, двояко можно понимать Мишну и так, да. Первое, просто наша ситуация обычная. Человек говорит, если я умру, то мне разведена с этой секунды. И вопрос Мишны в таком случае был, какой статус у жены эти полгода. Второе ситуация, если муж сказал, что за мгновение до смерти. То есть, он дал ей гет сейчас, а через полгода, когда он умрет, она будет ему разведена. Это большая разница. То есть, да, так спрашивает, отвечает теперь Мишна. Раби Иуда говорит. Говорит Раби Иуда. Она является полноценной замужней женщиной во всех отношениях. Потому что, да, гет не работает, пока он не будет за мгновение до смерти. А до этого момента она получается, даже по его условию, она является его полноценной женой. А по первому объяснению, что он не сказал, слушай, ты будешь разведена мне с этой секунды. Если я умру, говорит Раби Иуда. Раби Иуда, она его жена в 100%. Все это время. Опа. То есть, по мнению Раби Иуды, да, как оправдать Тавида Мелаха? Не то, что он нуждается в оправдании. Он наверняка знал, да, что мы сейчас будем смотреть Раби Иоси. Но по мнению Раби Иуды, даже когда муж говорит, смотри, вот тебе разводное письмо. И если со мной что-то случится, я еду, да, в мореплавание. Не знаю, там, доплывет корабль или не доплывет. Если что-то случится, то с этой секунды ты мне разведена. Так говорит Раби Иуда, что даже в этом случае муж, на самом деле, не имеет в виду. Он хочет, чтобы она была ему разведена не с этой секунды, да, а действительно, там, за минуту до смерти, если такое произойдет. Он как бы с ней попрощается, гет он ей дал, но никак не мгновенно. А Раби Иоси же говорит, война мегурэшет. Она разведена и не разведена. Вот так говорит Раби Иоси. Что получается? По мнению Раши, Раби Иоси считает так. По мнению Раши, понимать нужно так, что если он сказал, так, милый, на тебе, гет, с этой секунды, если я умру, теперь он ушел за дверью. Может, он машину сбила за дверью. Может, он доехал. Может, уже взяли в плен. Как только мы говорили, ты потеряла, ты его не видишь, все. Нужно уже опасаться, что, возможно, он умер. А если он умер, она разведенная. А может быть, он еще жив. Все вернулись, а он еще жив. Может, его просто взяли в плен. Тогда, получается, она еще не разведена. Выходит, по мнению Раби Иоси, она постоянно будет в статусе разведена, не разведена. Поэтому это называется, она разведена мисофек из-за сомнения. И поэтому человек, который вступит, например, в эти полгода, не знаю, как он там ушел на войну, вступил с ней в связь. Должен принести Корбан Ашам Талуй. Должен принести жертву Ашам Талуй. Аша – это повинную Талуй. Это такая жертва, которая приносится в случае сомнения. Человеком было два куска мяса. Один был кошерный, другой был некошерный. Он об этом узнал после того, как съел один кусочек. А второй к тому времени тоже кто-то съел. Его понятия не имеет. В итоге-то он какой кусок мяса съел? Кошерный или некошерный? Проверить это нельзя. В этом случае он приносит это жертвоприношение Ашам Талуй. Здесь то же самое. То есть человек, который вступает в связь с этой женщиной, непонятно. Да, он приносит поэтому этот Корбан в искупление своего поступка. Но по мнению Тосафот, У Раби Йоси сомнение. Такое, так, 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 так. Тосафот понимает буквально. Тосафот говорит не то, что сафек не сафек, а Раби Йоси сомневается изначально, что имел в виду муж. Действительно, муж мог иметь в виду... Секундочку закрою. Да, ведь муж мог иметь в виду, что она, ты мне разведена сию секунду, то есть с этой секунды, если, да, со мной что-то случится в будущем. Либо он имел в виду, как говорит, как описал Раби Йуда, что нет, на самом деле я имел в виду, что за мгновение до того, как со мной что-то случится, вот на всякий случай тебе уже нет, чтобы ты мне была разведена. В этом, как бы, да, спор Раби Йоси и Раби Йуды. Очень интересно, да, тут у нас два мнения, Раби Йуда и Раби Йоси. Оказывается, совсем все непросто по поводу, да, гетто-жене. То есть есть большое сомнение по поводу того, что имел в виду муж, даже когда он давал разводное письмо своей жене, с условием, что он умрет. Получается, человек, который был с женой в этот промежуток времени, он приносит курбан Ашам Талуй, да, по мнению Раби Йуды. А Ашам Талуй, это если ты не знаешь, если ты не знаешь, да, что совершил ты преступление или нет, ну, если потом ты выяснил, что ты съел некошерный кусок мяса, выяснил каким-то образом, да, тот человек, который съел второй кусок, сказал, да, я проверил, я там у меня был. То есть точно ты понял, что ты съел некошерный, ты должен снова принести жертву, уже искупительную, 100% мыл. Получается, что здесь? Вот интересно, да, история с Давидом Анахом, интересно. Окей. Давайте мы здесь остановимся и скажем Лейлу Нишмат, продолжим следующих мечтаний, возможно, будет какое-то у нас продолжение. Итак, сегодняшняя мечта была «Возвращение души, Бат-Абрам, Михаил Белисак, Роза Бат-Моисей, Дина Бат-Лев, Рума Мин Абрам, Елизавета Бат-Лев, Маргарита Бат-Лев, Алла Бат-Абрам, Мария Бат-Абрам, Николай Бат-Абрам, Татьяна Хая Бат-Мая, Алик Давид Бен-Айзек, Анулан Бен-Броха. Менухатам Беганеден, всем хорошего дня и до следующего раза. Продолжение следует... Продолжение следует...